В Культурно-просветительском центре Саровского благочиния собрались ценители живописи всех возрастов. Поводом стало открытие персональной выставки и творческая встреча с саровским художником Игуменом Афанасием. Мы видели объявление о том, что будет выставка, понравилась биография этого человека. Решили прийти посмотреть, очень нравятся портреты. Да, там картина есть, нам очень понравилась. Там глаза век живые. Вообще я люблю смотреть на глаза на выставках. Это показывает душу художника. Это уже третья творческая выставка Игумена Афанасия в Сарове. В этот раз ее приурочили к 60-летию художника. В экспозиции представлено более 100 работ. Особое место здесь занимают портреты. Художник запечатлевает душу модели, а не просто черты лица. Без внимания мастера не остаются и натюрморты с цветами. Это дань уважения любимой матери. На выставке от каждой картины веет ароматом лета и солнца, брызгами росы и дуновением ветра. Каждый раз Игумен Афанасий старается показать на выставке все свои наработки. Вот сколько накопилось, я не знаю, там что-то наработает. Самых разных жанров, потому что и мысли, и... Ну это за годы же. Это то, что у меня как-то осталось в мастерской, то, что накопилось. Творческий путь художника был противоречив и начался в 80-е годы. Именно тогда он проявил интерес к разным видам искусства и религий. За творческой работой мастера стоит огромный труд. Напряженные искания, радость находок и горечные удачи. К каждой картине Игумен Афанасий подходит с особым трепетом. На вопрос, откуда художник черпает вдохновение, отвечает просто. Во-первых, ее не ищут, а во-вторых, ну как-то молишься, как-то... Кто ищет, тот всегда найдет, и тот, кто стремится, в конце концов Господь даст. Игумен Афанасий уверяет, что никакие проблемы никогда не могли и не смогут помешать самому главному в жизни – служению людям. Его картина – неотъемлемая часть этого служения. Познакомиться с творчеством Игумена Афанасия можно в Культурно-просветительском центре Саровского благочиния по адресу Проспект Мира, 50, до конца февраля. Подробнее о выставке можно узнать на сайте Православный Саров.